Ну господи, ну Даша, ну не умеешься шутить, ну не шути, не позорься. Всем привет, я Даша. Уже последний месяц лета наступил, а я вам так ничего летнего и не рассказала. Посидела я тут, подумала и решила опозориться на весь YouTube и рассказать о том, как я опозорилась в Египте, когда ездила туда сам первый раз. Дело было в 2008-м, я была малявкой, которая не так давно выпустилась из института, и в Египет была поехать мечтой всей моей жизни, я из детства увлекалась его культурой. И вот я устроилась на работу, проработала полгода, потому что по закону, только в этом случае я могла взять отпуск. И взяла отпуск, взяла кредит и поехала. Для справки, до этого в отелях я отдыхала только два раза, когда я ездила в Москву, когда я ездила в Сочи. Оба раза я была совсем маленькая, несовершеннолетняя, не окончившая еще школу девочкой. И все за меня делала мама в отеле. Ну, то есть оформляла документы на заселение и прочие штуки. Здесь я ехала совершенно одна, сама по себе. И я опозорилась при заселении в отеле. Дело в том, что там тебе выдают карточку, и когда ты заходишь в номер, ты вставляешь эту карточку, и только тогда появляется электричество. Ты можешь включить свет, пользоваться зарядными устройствами и так далее. Я включаю, захожу, пытаюсь учить свет, а он не появляется. Я отправляюсь обратно на ресепшн, жалуюсь на ломаном английском, что так и так. Ну, там, в принципе, русский понимает. Тот мне показывает, что куда-то там вставил. Ну, я уже потом понимаю, что это он мне показал. Вставил, вынул, дает мне. Я его спрашиваю, что теперь свет будет. Он кивает мне, как китайский пауланчик. Он говорит, да, да. Я возвращаюсь в номер. Нет. И опять на ресепшн. Ну, в общем, он был вынужден послать со мной партье, носильщика, как это называется. И он со мной зашел, показал мне. Я видела щель, но... А там к ключам прикреплялся такой плоский брелок, который чуть толще самой вот этой вот карточки. Я видела там щель, я догадалась, для чего она. Я смотрела фильмы и видела фильмы. Но пыталась сюда ставить не нужную карточку, а брелок от ключей. Позорище. Далее про отель. Пришла я отобедать в столовой. Сижу, цивильно ем вилкой салатик. Проходит мимо служащим араб. Я не знаю, что это было. То ли флирт, то ли попытка заигрывать. Это, кстати, одно и то же. То ли что, то ли я смотрелась как-то убого. И этот сотрудник мне говорит, кушай красиво. Я была в шоке. Вроде бы я мордовь салат в салате не валялась. В смысле, что это значит? Если вы знаете, объясните мне, потому что я до сих пор в полной недоумении. На этом сателе мы заканчиваем и переходим к экскурсоводам. Тут уж оскорбления были прям вот очевидными. Поехали мы в Каир. Едем во автобусе, загрузились все. И экскурсовод, между прочим, симпатичный парнишка, рассказывает нам, что вот в древности периодически самую красивую девушку там с Леней выбирали и приносили в жертву Богу Нила. Чтобы разлив был хороший, чтобы не затопляло и т.д. В общем, чтобы все было хорошо. И заканчивается жуткую словами. На обратном пути мы выберем самую красивую девушку из наших прекрасных туристок. Значит, ты принесем и как будто пинг в Ниле. Ну, Господи, ну, Даша, ну не умеешься шутить, ну не шути, не позорься. Я подала голос. Я была в хорошем настроении, я находилась в стороне своей мечты. Я говорю, пропищала. Я согласна. Экскурсовод вздумался и сказал, тогда выкинем двух девушек. Тоже остроумный экскурсовод, который сказал, что двух девушек. Когда мы приехали на плато Гиза, там было в отдалении общества таких глубоких стальков египетских. Ну, насколько египетских, насколько арабских не берусь сидеть. Ну, такие седовласые, с длинными бородами, как мне жарко. И в какой-то момент наш юный курсовод отделяет меня толпы, подводит к самому старому из них и говорит, вот она. У меня глаза вот такие. В смысле, вот она. И этот старик стал мне длиннющую вещь рассказывать о том, что мне не надо ходить по мужикам, что надо себя хоронить. Я такая стою, думаю, нюш, что у меня лицо, как у девушки, у которой очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много партнеров по любви. Как бы, а я человек такой, то есть я не такая, я и жду трубая. И вот он долго распинался, что нужно храни себя для того единственного. Я была в полу недоумении, что это сейчас вообще было. Когда едешь в автобусе, у тебя там спрашивают, что не хотите ли вы заказать картуш со своим именем на нём. Картуш – это такое полуовальное изображение. Не знаю, как вам его писать словесно. Ставлю куда-то сюда, чтобы вы посмотрели. Ну, я человек такой, я зануда. Я знаю, что в Древнем Египте в картуш помещали либо имя Бога, либо имя фараона. Что я буду своё имя лепить в картуш? Думаю, а моя любимая богиня – это Изида. Думаю, ну, закажу картуш, ну, подвеску с её именем. Заказала, мне, значит, сделали. Я села на шею. И, как я сказала, вот в Александре, о чём-то нам рассказывая, в какой-то момент спрашивает меня. Вот ты знаешь, как на Древнем Египетском называется то, что у тебя висит на шее. Я говорила, что я зануда. Слово картуши французского происхождения. Как на египетском, я действительно не знала. И в этом честно призналась. Как он меня стал поносить, да тра-та-та-та, там. Как можно носить на шее то, что не знаю, что это такое, да как это называется. И говорит мне, знай, на Древнем Египетском это называется картуш. Я вот как стояла, я бы, наверное, так бы и упала. Ну, в смысле? Он спрашивал Древнегипетское название. Это французское. Я потом очень жалею, что я ему так и не ответила. Я просто промолчала. Чтобы закончить на хорошем, скажу вам о... Ну, не то чтобы очень смешном случае, но такой... Я о нём вспоминаю с позитивом. Это всё были плохие экскурсоводы, очень плохие. Но когда я ездила в Карнак, с экскурсоводом мне повезло. Перед тем, как выйти из автобуса, он сказал, что там очень-очень много туристических групп. Поэтому нашей группе нужно дать название, чтобы, когда пришла пора уезжать туда, на автобусе, чтобы он крикнул, и мы бы все сбежались. И он говорит, что в арабском языке есть такое слово хабиб. То есть, любимое-любимое. Ну, и ласкательно он нас будет называть хабибушки. И вот, пока мы с ним ездили там в Карнак, в Луксор, ну, в общем, по разным местностям, мы там разбегались, фотографировали, всё осматривали. И он, когда надо было уезжать, зазырно кричал, хабибушки мои, идите скорее домой. В общем, вот такие были позорные случаи, когда я ездила в самый первый раз в Гиппет. Всё, теперь я позорился на весь интернет. Молодец, Даша. На этом всё. Пока-пока.